Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши программы на интернет-портале радиоцентра Сан-Гейтс. Сейчас у нас начало 1-го, 12.05 в городе Чикаго, на Москве, 20.05, 20.06 уже. Наш телефон 8472269956, на скайп Сан-Гейтс108, на конце буквы С, солнечные ворота Сан-Гейтс108. Ну и веб-сайт это тройной w.sangetsradio.com. Пожалуйста, можно задавать там свои вопросы, можно делать свои комментарии, можно все смотреть, то, о чем мы говорим, поскольку все программы записываются, выкладываются на YouTube. Ну а сегодня у нас в эфире Сергей Савченко, торолог с 20-летним стажем, руководитель школы. Уже даже больше. Даже больше. Более чем 20-летним стажем, да. И руководитель своей собственной школы, русская школа Таро, вот так она по-простому называется, русская школа Таро. Да, я хочу вам сказать интересную вещь, поскольку вот такие интересные у нас программы и такое количество людей это все смотрят и задают вопросы, что я сам решил, так сказать, попробовать человек из народа, ничего не зная о Таро, я сам решил попробовать, вот так сказать, и подписался туда. А и 22-го числа у нас начинается новый цикл обучения Таро. Вот я буду обучать Таро и вот я буду прямо вот обучаться. Да, обучаться. Прошу прощения, да, обучаться. Я привык обучаться. Я буду в данном случае студентом, буду обучаться и буду рассказывать об успехах вот в процессе этого обучения. Ну, во-первых, Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Да, да, у нас уже день, хотя в районе Калифорнии еще только 10 часов утра. Скажите, а вообще научиться Таро сложно, легко, от чего это зависит? Это ремесло. То есть вот есть мнение такое, что это некий дар божественный там или еще какое-то странное, что вот это должно сверху прийти тебе в голову и ты там только после этого сможешь работать с Таро. Я лично обучил, но только вот в русской школе Таро, которая существует уже несколько лет, так порядка двух тысяч человек прошло через наши курсы, самые разные. Ну и до этого я еще учил, то есть достаточно много людей. Единицы не смогли этим владеть. Единицы просто. И это было связано, ну, у одного человека вот мне это сильно поразило. То есть человек выучил все карты, все у него было хорошо, но он когда начинал гадать дикие головные боли, вот такой феномен. Но это один на несколько тысяч человек. Все остальные этому научились. То есть это ремесло. Ты учишься ему точно так же, как любому ремеслу. Водить машину, печь блины, вязать крючком, составлять компьютерные какие-нибудь картинки. Это тоже самое. Есть приемы, есть принципы, которые ты изучаешь. Есть техника, есть упражнения. Если ты все это делаешь, у тебя все получается. Если ты, естественно, ни черта не учишь, у тебя так все и получается. А как это может быть по-другому? Ну, все совершенно верно. Но скажите, у каждого, понятно, свои какие-то есть мотивы, для чего он туда идет учиться? Вообще это надо? Он хочет ли он сам стать тарологом? Хочет ли он людям делать компонентацию или просто для себя помогать? Вот из вашего опыта? Я всегда задаю этот вопрос. Всегда задаю этот вопрос, когда человек приходит. Зачем? Ну, когда я могу задать такой вопрос, когда у меня не было курса по 100 человек, то, естественно, у всех там уже не очень-то спросишь, зачем. Но, тем не менее, я стараюсь такой вопрос задать. И понятное дело, что когда вы только начинаете этим заниматься, ответить на этот вопрос очень тяжело. Мне интересно, мне любопытно, мне захотелось. Вот я начинаю чем-то заниматься, я плохо себе представляю, во что это выльется. Будет ли это у меня хобби, или будет ли это у меня работа, или я позанимаюсь две недели и брошу вообще, и забуду, что оно такое было. То есть, далеко не всегда человек может дать отчет, зачем, почему, какую цель он преследует. Те, которые ставят перед собой какую-то цель, с ними, конечно, работать легче. У них намного выше мотивация. Они знают, что они хотят, зачем это им и так далее. Неважно для чего. Неважно. То есть, будет ли человек работать просто у себя дома, гадать самому себе, в смысле своей семье. Или он будет вести прием, или зарабатывать деньги, или помогать людям, или еще какая-нибудь. Неважно. То есть, любая мотивация, это уже хорошо. Грустнее, когда человек говорит, ну вот мне интересно. То есть, понятно, интерес сегодня есть. Завтра его нет. И на этом все закончилось. То есть, интересный факт. Собственно, это его право, наверное. Ну, конечно, это его право. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто это факт. Да. Просто это факт. Поэтому я предлагаю курсы разного уровня. То есть, если вы хотите стать профи, и вы уже это понимаете, что вы хотите стать профи, то мы с вами будем работать как с профи. То есть, это большой, серьезный, сложный курс, рассчитанный на большое количество часов, на интенсивную очень работу. Если вы не знаете, или только хотите определиться, есть вот курс там, Таро Старт, это уже достаточно серьезный курс. Это вот который будет сейчас 22 марта? Да. А есть еще проще, экспресс-метод, который буквально за 2 часа можно выучить и попробовать, как это работает. И это правда. И человек попробовал, да, ему нравится. Тогда он принимает решение, что он идет дальше. Или он думает, да, ну ерунда, не хочу вообще. И никуда дальше не идет, остается на том уровне, на котором он был. Ну, вы знаете, это я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. Мы с Сергеем, собственно говоря, о школе, о его курсах очень немного говорили, потому что очень такой интересный здесь момент. Как правило, когда звучат какие-то программы, они, с одной стороны, как бы познавательные, с другой стороны, они как бы, люди думают, ну вот их куда-то там пытаются вовлечь, увлечь, завлечь. Да, вовлечь, да, затянуть и так далее. Ну, поэтому я как-то, я сам по своей природе вот люблю учиться, ну и обучать тоже. Я брал очень много всяких курсов, и я знаю по себе, как это, в общем-то, иногда звучит. Но что самое интересное, это опять же, я обращаюсь к нашим радиослушателям, вот я читаю рассылки, я получаю рассылки от школы Сергея Савченко, совершенно просто потрясающие рассылки. Они не навязчивые, но они очень и очень интересные. Каким-то образом, а я получаю, как и любой из нас получает в интернете, огромное количество всяких там предложений с призывами там поступить в эту школу, научиться тому, как зарабатывать деньги и так далее, и так далее. Ну вот как-то вот тут все, ну пока можно поверить мне на слово. Но тем не менее, вы видите, я ни разу не говорил, и мы как-то вот на эту тему вообще не беседовали о школе конкретно, как туда попасть, как стать студентом, чему можно научиться. Но поскольку я сам вот сейчас начинаю курс, вот буквально через пять дней он начинается, я как раз на эту тему хотел бы, Сергей, поговорить, ну буквально нескольких слов, потом мы приступим уже конкретно к вопросам. Вот этот курс, он называется старт курс, так? Насколько он рассчитывается? Теорию вы будете учить в течение месяца. И еще полмесяца, ну то есть шесть недель практически получается, у вас будет практика. Что значит шесть недель вы будете учить теорию? Я записал видео. На каждую карту я записал одно видео. Две, три, четыре минуты. 56 видео? 78. 78. Да. Ну плюс, да, плюс видео по раскладам, плюс там вступление, плюс всякие разные видео. Ну вот, собственно, такое. То есть, грубо говоря, вы смотрите вот блок ситуационной карты, массив посохов, десять карт. Вот вы посмотрели, у вас на это дело три дня, и вы сдаете задание. То есть, вы выполняете какие-то упражнения, там самые простые для начала. А что значит эта карта? Что значит эта карта? Что там? А вот три карты, какая из них не попадает вот сюда, не имеет такого значения. Потом задание усложняется. Потом вот три карты, да? Допустим, вам дают три карты, и вы должны сказать, вот это карты для здоровья. Вот вопрос, там, девушка болеет, ей приписали лекарство. Это лекарство ей поможет или нет? Вот три карты. У вас три варианта ответа. Да, поможет, нет, не поможет. Вот. Затрудняюсь, ответьте там, и ничего не знаю, ничего не скажу. Я партизан. Выбирайте, набирайте баллы. Для того, чтобы пройти аттестацию, получить аттестацию, надо попотеть вообще. То есть, реально надо набрать 1760 с чем-то там баллов. То есть, это немало. Это много надо работать. Но это не так интересно на самом деле. То есть, интереснее сама идея, как это все происходит. Вот смотрите. У нас представление о картах вообще, о значениях карт, вот так если сказать, оно до сих пор не было стандартизировано, унифицировано, не было понимания, как с ним работать, что с ним делать и так далее. Я структурировал эти значения. Я ввел некую классификацию. Самое первое, с чего мы начинаем, это семантическое ядро. То есть, базовые значения, которые присутствуют везде. Я перелопатил горы, просто десятки книг без преувеличения. Классиков, Уэйта, Кровули, французов и так далее, современных авторов. Свои собственные наработки. И я выделил вот это семантическое ядро. То есть, буквально три слова на карту. Три понятия на карту. Вот я вас спрошу, Михаил, три понятия. Это много на одну карту или нет? Вопрос с подвохом. Конечно. По количеству немного. Сколько? Три волоса это много? Ну, смотри, а где? На голове мало. А супе много. А супе много. Посмотрите. У нас выпал расклад на три карты. У нас по три значения на каждую карту. Сколько у нас всего получается комбинаций значений? 228. Уже три карты нам дают 27 вариантов прочтения. Если ты этому научишься, уж всяко на свой вопрос на домашнем бытовом уровне, на да-нет, ты себе ответишь. А, собственно, задача этого курса – дать вот эту базу, семантическую, я дружу, что ты выучил, и научить тебя комбинировать значения карт. Как это происходит? Показать механику. Специальное упражнение разработано, называется «Матрица значений», где мы учимся, как это делать. То есть, это хорошая, серьезная, нормальная подготовка. Это не профи. Это не специалист экстра-класса. Понятное дело, что для того, чтобы выучить карту, надо попотеть чуть больше, чем полтора месяца. Но базу ты получишь. Вот как, знаете, в армии курс молодого бойца. Ты пришел, какое-то время те там учат, рючат, наставляют, бегаешь, прыгаешь, стреляешь, все. Потом ты начинаешь службу, все. Ты уже овладел вот этой своей базовыми знаниями, в своей специальности, которые тебе должны быть. Ну, а дальше там у нас уже начинаются другие уровни. К тому же мы начинаем работать с семантической формулой. Когда, ну вот если это сравнить с изучением иностранных языков, то вот первое, второе старт, выучите лексику. Вы знаете слово «самолет», «море», «лететь», «я». А вот когда вы работаете с семантической формулой, вы уже говорите «я лечу на самолете отдыхать на море». То есть это уже грамматика, это уже как вот эти слова комбинировать. Ну и дальше можно рассказывать. Я вообще, конечно, о своей школе и о своем методе могу рассказывать очень долго. Да, 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 это мы знаем, это мы знаем. И это очень хорошо, когда человек самозабвенно любит свое дело, чем может быть лучше. Тогда он, конечно, и может передавать это все знания тем людям, которые придут к нему учиться. Ну вот скоро и я, так скажем, начну. Хорошо, Сергей, спасибо. Скажите тогда, вот мы с вами не встречались там несколько недель, ну, по причине простудных заболеваний. То есть какие-то вирусы у нас ходят. Расскажите, как Таро может помочь в определении, ну, не в определении, наверное, болезней, а как-то вот заболею ли я, не знаю, в этом году? Если я заболею, я к вам чем обращаться? Да, и если я заболею, то сколько времени будет длиться моя болезнь? Или человек заболел, когда я выздоровлю, в конце концов? Вот я приехал недавно из заморской страны, где было очень тепло, и попал сразу в зиму. Ну, я-то знаю, что как бы это не причина, причина-то другая. Ну, заболел. И вот два месяца, вот, все никак из этого, от кашля не мог избавиться. Здесь очень сильно зависит от вопроса. То есть, как мы будем задавать вопрос? Если вам приписали какие-то пилюли, можно задать вопрос, насколько это пилюли эффективны. Если у меня есть две пилюли, там, красные и зеленые, я могу сравнить, какая из этих двух пилюль будет более эффективная. Но, может быть же, еще желтая пилюля, еще более эффективная, чем эти. Когда мы задаем вопрос, будет ли эти две пилюли достаточно, чтобы я вызвал, или мне надо искать другое лекарство. Это один вопрос. Я понял. Давайте я вам задам тогда конкретный практический вопрос. Давайте, попробуем. Я недавно получил, ну, я подписан в разные там информационные какие-то письма электронные. И вот мне пришло одно письмо из Швейцарии, причем аналист, там очень серьезный человек, аналист, предсказатель, не знаю, он астролог, в то же время экономист. И он описывает о том, что по его прогнозам, точнее, он не предсказывает ничего, но он прогнозирует. По его прогнозам у нас на Земле, причем это не только не касается отдельно взятой страны, наступает очень и очень серьезная эпидемия раковых заболеваний. А наступает она, ну, чуть ли не вот, ну, она уже как бы идет с моей точки зрения, потому что очень много людей, к сожалению, получают такие заболевания. Так вот, первый вопрос. Это правда или нет? А второй вопрос, что причиной этому? То есть, это ли причина, скажем, с точки зрения Таро? У меня есть мой личный ответ на это. Ну, вот вы мне скажите. Итак, первый понятный вопрос, да? Значит, первый вопрос понятен, да? И вот у нас карты. У нас Солнце, Дьявол, Колесо Фортуны, Правосудие и Императрица. Значит, что сразу настораживает? Настораживает карта Дьявол, у которой буквально есть значение раковое заболевание. Рак. Да? Есть у него такое значение. Но у нас нет карты взрыва, увеличения, то есть, именно эпидемии. То есть, мы можем говорить о том, что у нас много раковых больных, но я не рискнул бы сказать, что это будет эпидемия. Либо я и этот человек в эпидемию вкладываем очень разные понятия. Ну, насколько я понимаю, конечно, так сказать, из контекста трудно выдрать какое-то там предложение и его пытаться анализировать. Но, как я понимаю, из общего содержания всей статьи, там речь идет о том, что сегодня никак не помогает нам нашему здоровью вот эти вот вся электронная наша деятельность. Компьютеры, телефоны, микроволновые печки и какие-то еще там приборы, там эти таблетки и так далее. Я вам скажу от себя лично, я не верю в это, потому что я помню, когда делали паровозы и писали, что если человек будет ехать на безумной скорости 30 км в час, это настолько ужасно отразится на его здоровье, что буквально все умрут вообще, то есть, без вариантов. Поэтому я не очень верю, что вот эти все электронные штуки, вот настолько ужасно и плохо на нас, на всех отразятся. И приведут к каким-то эпидемии раковых заболеваний. Да, то есть, у меня есть, это не то, что я в этом убежден, или у меня есть какое-то рациональное там обоснование, просто есть внутреннее неверие в это. Понятно. Ну, у каждого человека, понятно, есть какое-то свое видение. А скажите вот такой вопрос. Допустим, человек заболел тяжелым заболеванием, включая раковые заболевания. Что является этому причиной? Я сразу, я понимаю, что вы не ответите на этот вопрос, карты, точнее, не ответите на этот вопрос, но у меня есть два варианта ответа. Первое. Вы о конкретном человеке говорите или вообще? Нет, я говорю вообще. Вообще. Да, вообще, ну, пока вообще. Это генетическая предрасположенность, это кармическая какая-то причина, то есть, человек совершил прегрешение, ему через болезнь дают понять о том, что он делает или продолжает делать неправильно. Вот два варианта. Разве один вариант исключает другой вариант? Один вариант исключает другой? Да, я бы не сказал, что не исключает. Один человек вот так, а второй человек вот так, а третий вот так и вот так одновременно. Нет, я сейчас поясню тогда в таком случае. Если мы придем к врачу, к медику, к нашему западному врачу, то он скажет, причина заболевания, даже он не будет искать, он будет сразу предлагать те варианты, которые в его арсенале есть. А восточный врач скажет, ну, то же самое, только ты должен, дорогой мой, анализировать причину, почему ты заболел. Значит, иди в корень, так сказать, иди в Акаши-рекорды, иди куда-то там еще, в родовые свои, вот исследуй корни и так далее, и там находи эту причину. То есть это две, два кардинальных подхода. Нет, это не два кардинальных подхода. Это не два кардинальных подхода. Это два подхода, которые взаимно дополняют друг друга. То есть один тебе говорит, что ты должен еще заглянуть назад, а второй тебе сразу дают пилюлю. То есть они взаимно дополняют друг друга. Давайте по-другому. Я не вижу противоречия. Если правда в том, что это причина кармическая. Тут можно, наверное, ответить на такое. Попробуем. Да, попробуем. Ну, не у всех. У некоторой части людей может быть там. Но не у всех. Это вы уже посмотрели. Да, по картинам. А ну я должен был назвать их. Я уже собрал. Ну, не имеет значения. Да, но главное, что ответ получен. Давайте я вам задам еще один вопрос. И потом у меня вот просят слово. Напротив меня, я говорил, сидит моя хорошая знакомая в центре Сангейтс. И она тоже хочет задать вопрос. Я специально пригласил, поскольку она тоже интересуется Таро. И вот было бы интересно послушать. Последний вопрос у меня пока. Вот последний вопрос. Я получаю еще раз, как и все получают, очень много имейлов. И вот один из имейлов, который я получил буквально сегодня. Приглашаю. Углубленное изучение 13-го аркана. Конкретно 13-й аркан. Ну, это рассматривается. Стихия смерти. Книга мертвых. Скажите, как вы думаете, есть ли смысл изучать углубленное вхождение в 13-й аркан? Если вы собираетесь заниматься, это рода, да. А что означает 13-й аркан? Ну, я понимаю, что как бы да. А что означает, почему? Почему 13-й аркан... У меня не совсем традиционный подход к 13-му аркану. Я его именно как смерть практически не вижу. То есть, для меня как смерть намного отчетливее проявляется аркан Страшный суд. То есть, для меня смерть не является настолько страшным, ужасным и тяжелым арканом, как вот Страшный суд намного тяжелее. Ну, хорошо. Но является ли 13-й аркан каким-то особенным арканом, что его надо вот именно его углубленно изучать, или надо изучать все углубленно, все старые арканы 22-го? Вы знаете, в моем конкретном случае, ну, есть знание, да, а есть понимание. Вот я выучил 13-й аркан. Ну, это давно было, когда я только учил карту. Я знаю его значение, но я его не чувствую. Я его не чувствую. Я когда смотрю на него в Раскландии, у меня не возникают ощущения, что я понимаю. Вот два таких было. Это 13-й аркан и Дьявол. Я сделал очень глубокую медитацию на оба аркана. Отдельно на один, отдельно на второй. Вошел туда, достаточно долго пробыл там. Нельзя сказать, что это было очень приятное ощущение. Но, тем не менее, я его почувствовал. Не все, не целиком. Но я уловил что-то, что потом мне помогло с этим арканом разобраться. Что с одним, что со вторым. С другими арканами у меня таких проблем не было. Но эту технику я повторил с каждым из них. Я сделал глубокое погружение. Я вам скажу, как это выглядело. Я недавно нашел этот образ. Когда я только выучил аркан, только разобрался с ним, это как будто мелодия пастушевского рожка. Так, знаете, там в три нотки. Или как во дворе на гитаре играет в три аккорда. А вот когда ты начинаешь чувствовать аркан, это уже симфонический оркестр. Это сложная мелодия. Много инструментов. Они там перекликаются. Они взаимно друг друга дополняют, усиливают. Контрапункты. И все остальные музыкальные слова, которых я даже не знаю. Вот, да. Если ты собираешься работать с второй, то ты должен будешь учить и не только тринадцатый аркан. И все остальные арканы ты должен будешь из пастушевского рожка превращать в симфонический оркестр. Я понял. Хорошо. Спасибо. Ну, давайте тогда перейдем к вопросу из зала. Да. Нина, здравствуй, во-первых. Да. Микрофон, пожалуйста. Сергей, вы слышите, да, ее? Пока очень тихо. Ну, сейчас я подключу более так звуковелевый. Давай, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Нина. Очень приятно. Мне повезло. Меня пригласили сегодня поговорить с вами. Я уже посмотрела ваш канал на YouTube. Была очень импресс, очень интересная. И самое главное, что мне понравилось, вы так легко об этом всем рассказываете, что кажется, что действительно каждый человек может... Каждый человек может, поверьте мне. Каждый человек может. В этом нет ничего сложного. Да-да. Единственный вопрос у меня такой. Каждый человек может научиться рисовать, но не каждый может стать Мане или... Мане не. Мане надо менять фамилию. Тогда будешь Мане. Да-да-да. Вот, поэтому, то есть, ну, у вас очень интересный канал, и я уверена, что у вас очень много followers. У меня такие очень персональные вопросы. Мне Миша разрешил их задать. Пожалуйста. Если вы не возражаете. Никак. Я уже много лет иду по уровню, по пути духовного роста, и вот меня всегда интересовали карты, я всегда ходила ко всем гадалкам везде, но никогда не хотела сама научиться этим заниматься. И вот мне пришла такая вот информация, что пришло время самой этому научиться. Вот я хотела вас спросить, поможет ли мне изучение Таро, вот мне персонально, не просто всем людям, а мне персонально, развить свои экстрасенсорные способности. Вот, знаете, я, кто-то говорит, я вижу, кто-то говорит, я слышу. Я не могу такого сказать. Я могу сказать, я знаю. А мне бы хотелось еще и видеть и слышать. Поможет, может ли мне вот Таро... По поводу слышать. Мне в детстве медведь наступил на оба уха, еще там попрыгал немножечко. То есть все песни, которые я пел, они все были похожи на марш. Вот, ну, какое бы я это не было, совершенно не важно, какую песню я пел, все равно получался марш. Я вам должен сказать, что вот большая часть работы с Таролога, это именно слушать. То есть у тебя закрытый рот и открытые ушки. То есть каждый день палочкой волшебные надо ковыряться в ушках. Знаете, такая свадка есть. Для того, чтобы ты слышал, что тебе говорят. Слушал и слышал. Я стал намного меньше фальшивить, когда пою. Не то, чтобы я там уже сильно хорошо пою, но я стал намного меньше фальшивить. То есть вот этот внутренний слух, он развился. Значит, по поводу того, поможет ли вам оно развить вот эти эзотерические способности, ясновидение, яснослышание, напрямую нет. Напрямую нет. Но косвенно, да. Косвенно это способствует. В процессе гадания ты все равно находишься в неком особом поле. И прокачиваешь свои внутренние каналы. То есть ты работаешь с энергиями. Чем лучше ты работаешь с энергиями, тем лучше у тебя все остальные эзотерические практики получаются. Ты, если не работаешь с энергиями, если гадать только от головы, вот я выучил значение, не проблема прочитать карты. Знаете, где проблема? Проблема их вынуть из колоды. Почувствовать, что именно эта карта отвечает на этот вопрос. Минучку. У меня по ходу дела. Вынуть из колоды. Но ведь если, допустим, есть спрашивающий, и он сидит напротив вас, то вы им предлагаете, чтобы он вытянул. А не вы сами вытянули. Совершенно верно. Но я создаю это поле вокруг его рук. То есть вы... Я делаю настройку. Я делаю настройку. Вы его каким-то образом гипнотизируете, можно сказать. Нет, нет, нет. Я создаю буквально вот такой шарик поля, в котором он тасует карты. Настройка между мной и высшими силами, откуда я получаю ответ, и настройка между мной и клиентом, когда он задает ответ. То есть это все должно быть согласован, тогда эта система будет работать. Если у нас где-то согласнование не произошло, то запрос не проходит. Ну, получается, ерунда полная. А бывает такое, что клиент к вам приходит, а внутренне он закрыт? Он вроде бы хочет задавать вопрос, но внутренне он просто поставил стену. Значит, ответ может быть неполучен в немногих случаях. Один из них, когда в запросе нет энергии. Что это значит? Вот вы пришли ко мне, у вас есть какой-то животрепещущий вопрос. Ну, например, вы устраиваетесь на работу и страшно переживаете, возьмут вас или не возьмут. Вы пришли, меня возьмут? Да. Опа. Еще пять минут, и все? И уже надо платить деньги и уходить? Нет, так не пойдет. А теперь давайте мы посмотрим на отношения моей заловки с моей будущей свекровкой. То есть вопрос, который вам совершенно никакого интереса не представляет. В нем нет энергии. Ты тасовываешь карты и понимаешь, что человеку дал лампочки. Это просто неизвестно для чего, неизвестно зачем он спрашивает. И ответ такой получается, что может поссориться, может помириться, может еще что-нибудь. Без разницы. Бывают ситуации, когда ты не можешь получить ответ, потому что он очень сложный. Ну, ты говоришь человеку, что да, я вот не вижу, я не понимаю, я должен подумать, он уходит, ты там сидишь с этими картами, час-два, неделю бывает, разбираешься, потом звонишь ему. Вот так и вот так. Но, если ты все делаешь правильно, в 90 из 100 случаев ты получаешь ответ. Ну, а вы можете брать сейчас на карты и посмотреть, вот мне время сейчас изучать второй или нет? Да легко. Ярофант, этот самый, императрица, дьявол, луна, влюбленная. Вы же хотите это делать? Хочу. Делайте. Все, нет проблем. Делайте. Не сдерживайте свое желание. Только хуже будет от этого, если вы будете себя сдерживать. Нина, ты хотела задать вопрос о, скажем там, о изменении места жительства. Может ли Таро ответить, Сергей, время ли человеку менять место жительства, переезжать даже не в другой район и не в другой город, а в другую страну? Так, давайте мы уточним, что такое время. То есть, у меня есть обстоятельства. Сейчас я поясню. Первая ситуация. Это вынужденная. То есть, я хочу найти новую работу, потому что мне надоело работать на старой. Это одна ситуация. Я хочу найти новую работу, потому что меня собираются выгнать со старой работы. Это совсем вторая ситуация. То есть, вы едете туда, потому что вы там надеетесь, что там будет лучше. Или вы бежите отсюда, потому что здесь уже все так плохо, что просто тихий ужас. То есть, у вас какая ситуация? Окей, у меня ситуация такая. Я вот почувствовала, то есть, здесь ничего не происходит уже много лет, то есть, кроме моего духовного роста. Так сложились обстоятельства. Но я почувствовала, что я должна переехать. И переехать я должна сейчас в конкретную страну, в Коста-Рику. И вот я уже создала намерение переехать в Коста-Рику в этом году, в принципе, где-то в август-сентябрь. Вот я хотела узнать, является ли это благоприятным для меня? Буду ли я идти по своей? Я подумала, что это моя цель жизни. Вот на сегодняшний момент туда переехать. Является ли это правильным решением? То есть, у вас есть некое представление о своем будущем. Если вы перейдете в Коста-Рику, совпадет ли реальное будущее с вашим представлением об этом будущем? Да. Императрица, шут, колесо, отшельник и маг. Во-первых, у нас сразу выпало колесо фортуны. То есть, я покажу карты зрителям, которые будут смотреть на видео. Это, кстати, вы не знаете Таро, конечно. Это моя самая любимая колода. Это колода Фредерико Леонелло, магическая Таро. Самая сильная колода из всех, которые я веду вообще в своей жизни. Я и постоянно делаю рекламу. Во-первых, колесо у нас само по себе, колесо фортуны, указывает на переезд. То есть, это решенный вопрос. Это даже не вызывает никакого сомнения. Во-вторых, у нас есть отшельник. А отшельник у нас указывает на девятый месяц. То, как вы и говорили, сентябрь. То есть, все совпадает. То есть, все совпадает. Это ни одной плохой карты, ни одной напряженной карты, ни одной карты дискомфортной какой-то. Пожалуйста, езжайте, живите, наслаждайтесь жизнью, и будьте счастливы в своей костере. Это, конечно, очень такое, вот то, что сейчас Сергей говорит, это как бы для Нины все хорошо, а вот для нас всех, которые с ней знакомы, как-то печально. Единственное, что нам надо тоже будет переезжать. В следующий раз я задам вопрос. Надо ли мне переезжать в Коста-Рику? Ну, там теплее, как бы, да, зимой, по-самому. Дешевле жить. Дешевле немножко, наверное, жить. Не знаю, как насчет тексов. Ну, Нина приедет, она так первопроходец будет у нас. Нина, да. У меня, понимаете, у меня ситуация такая, у меня сыну 14 лет, то есть это самый такой подростковый период. И вот можете ли вы посмотреть, благоприятный ли этот переезд для него? Или лучше его оставить здесь с родственниками, чтобы он там пошел в школу здесь? Значит, Америка три карты достали, и Коста-Рика три карты достали. Американские карты, мир, а он не хочет, не очень хочет ехать, да? Он вообще не хочет, да. Он вообще не хочет ехать, и это видно. Мир, правосудие и влюбленные, и ехать туда, это жрица, умеренность и суд. Вы возьмете его туда, и вы проклянете этот день. Вот такой. Интересный момент. Потому что это то, что меня держало все эти, ну, уже почти два года. Вы проклянете этот день просто. Оставите его здесь, значит. Как бы ни было для себя, знаете, говорят, стыдно, как эта мать бросит ребенка. Вот я думаю, нужно подумать о ребенке, а не о матери, да? Он не хочет туда ехать, да. Он не хочет. Вы возьмете ее туда, он будет вас ненавидеть. Сергей... Да, сейчас. Знаете, вот бывает так, что приехал там, тебе не нравится, не нравится, потом ты привык, потом даже вроде ничего. Нет, так не будет. Он не хочет. Ему не понравится там. Вот это вот шикарный ответ. Я это настолько мне просто, просто как... Потому что я к этому склоняюсь уже последний там месяц, потому что сначала думал, ну, куда мать, туда и сын. Нет, нет. Но я понимаю, что, наверное, для него это неблаго. У меня тогда вот, как раз вопрос Нина навел меня тогда на мысль. Я буквально недавно получил интересную такую информацию. Это касается меня самого, моего сына на сей раз. Этому сыну уже не 13, он далеко уже не подросток, он уже значительно старше, выросший. А информация такая, по работе, по работе. Он в Украине, у него находится отделение. И вот он на Украине был и познакомился с девушкой. Он не жена, 33 года. 32. Познакомился с девушкой, и вдруг я устаю о том, что у него в планах возможен переезд туда, потому что, ну, жизнь дешевле, вроде бы так. В Украину? Ну, да, я, конечно, очень сомневаюсь, что там все это. Ну, опять же, это же надо через себя пройти самому, наломать дров, так сказать, сломать там голову и так далее на своих ошибках. А как вы считаете, точнее, не вы считаете, карты, как считают? Это намерение. А там есть работа, там есть куда ехать? Ну, он считает, что есть. Сегодня у нас все интернет, сегодня у нас можно на интернете, он считает, что есть. Ну, понятно. По поводу переезда, а второй вопрос, как по поводу отношений вот с той самой девушкой? Нет, это два разных вопроса. Ну, два разных. Он может переехать по жизни неделю, разбежаться, устроиться на работу и жить счастливо. Он может переехать в жизни несчастливо, не устроиться на работу и не понимать, зачем он это сделал. Да. Так, давайте мы возьмем отдельно. То есть, сейчас посмотрим на отношения с девушкой. Давайте. А как давно не знакомо? Несколько месяцев? Ну, может быть, больше, чем несколько месяцев. Но не лет, это точно. До года. До года. До года. Значит, шут. «Солнце», «Правосудие», «Влюбленное» и «Повешенное». «Повешенное». Так, я сделаю еще один расклад. Что-то непонятное. Нет, тут понятно, просто надо проверить. Какие-то разноречивые. Какие-то разноречивые. Нет, нет, все очень-очень наглядно. Шут. «Солнце», «Солнце», «Умеренность», «Оншельник». Ой, не «Умеренность», «Смерть». «Смотрю» и «Ниже», «Инерофант». По-моему, она такая вся. Нет, чуть-чуть по-другому. Значит, если он с ней сойдется, и они будут жить вместе, может быть, даже поженятся, не исключен такой вариант. Какое-то количество времени, лет два, три, пять, они проживут вместе. Это не вопрос. Но там есть... Там есть слабое место. Это как строить... Как сидеть на стуле без одной ноги. Можно спокойно сидеть, чуть-чуть, и все разрушено. Или замок на песке. Зыбко. Зыбко. Нет, не Зыбко. А если он не женится на этой девушке? Будет сложиться ли его ситуация лучше? Имеется в виду отношения. То есть мы с вами сошлись, мы с вами вместе живем, гражданским браком, или мы расписались, это не принципиально. Принципиально, что насколько вот между нами есть сходимость, нисходимость, как же это слово? Комплиментарность. Нет, вы знаете, я не этот вопрос имела в виду. Знаете, как каждый родитель, наверное, Миша боится посоветовать своему сыну не делать этого. А если он это вот совершенно вот шаги сделает абсолютно противоположные, то есть не поедет туда, расстанется с этой девушкой, есть ли у него совершенно другой... У меня подход абсолютно другой. Я, во-первых, ничего не собираюсь советовать. Абсолютно ничего не собираюсь советовать. Как хочет, пустая так и делает. Мне просто любопытно с точки зрения постороннего, так скажем, что произойдет. Если я буду к этому, так сказать, относиться, привязанным... Что это мой сын, так и что я изменю. Ничего я не изменю. На Украине про этот самый Иеропанк, смерть, башня, шут, император и повешенный. Не будет хорошо там. Не будет. Не будет хорошо. Это не касается его отношений с девушкой. Я понял. Хорошо. Спасибо. Ответ я получил. Он полностью соответствует моему восприятию. Так я и считаю. Я и как-то посмотрел. И так я по ощущениям так я это вижу. Ясненько. Хорошо. Да, Нина просит еще слово. Еще один персональный вопрос, если можно задать. Просто у нас есть дом, который... Ну, это был наш бизнес-дом, бизнес-билдинг, который мы пытаемся продать уже несколько лет, и он не продается. И это тоже очень важно также для моего переезда. А можно... В смысле, можно посмотреть, продастся ли он до конца лета этого года. Императрица, смерть, повешенный, луна, влюбленная. Сомнительно. Или вы очень сильно теряете в цене, или за ту цену, которую вы продаете, это сомнительно. То есть, как бы, можно просто скинуть сильно цену и... Сильно, сильно. 30, 40, 50 процентов. Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Вопросов больше нет, я полагаю. Вопросы, конечно, есть, но тогда это затянется надолго, и даю у меня тут миллион вопросов. Давайте мы тогда на этом сегодня остановимся. Я знаю, что у вас уже, так сказать, поздновато, вы целый день работали, а сейчас надо уже, как бы, и отдыхать. Ну, мы вернемся к нашей... к нашим беседе в среду. У нас обычно по средам эфир. Сегодня, так сказать, внеочередной. И как раз-таки уже к этому времени я там что-то... первое занятие какое-то пройду в вашей же школе. Вот. И мы... Я поделюсь, и вы мне что-то, может быть, посоветуете. Посмотрим. Поговорим на эту тему. Ну, дорогие друзья, кто слушает нашу программу, если вы хотели бы поближе познакомиться с картами Таро, поближе познакомиться с Сергеем Савченко, обращайтесь. Пока на этом этапе можно обращаться к нам. И мы вас перенаправим, если кто хочет, пожалуйста, напрямую. Это не секрет, это не проблема. Наши координаты, повторю, 847-226-9956. Это на территории Соединенных Штатов. Хотя кто-то звонит и из России, и из Украины. sungatesradio.com sungates108 это наш скайп. Ну, в Фейсбуке можно найти меня, Майкл Мелехов, можно найти sungatesradio, sungatescenter и там, в общем-то, выяснить все вопросы, которые вас интересуют. Пожалуйста, нет проблем. Ну, опять же, у нас как-нибудь состоится все-таки такой, как бы, эзотерический фестиваль, где как раз-таки Сергей Савченко будет принимать участие, когда мы объявим об этом. Это вот люди, которые несут вот такие вещи, которые как бы западному миру они не очень понятны. Но они себя оправдывают. Я знаю, вероятность предсказаний очень и очень высока, или прогнозов, я бы так сказал, очень высока. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо вам, было очень интересно, ответы были совершенно потрясающие, вот в шоке сидит буквально Нина напротив меня. Благодарю, было великолепно. и думает, что же делать с этой Коста-Рикой. Давайте мы Коста-Рику сюда принесем. Давайте, да. да. Хорошо, всего доброго, Сергей, спасибо большое, дорогие друзья. На этом интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс этот отрезок наш заканчивает программ. Ну и встретимся с вами в ближайшее будущее. До свидания. До свидания. До свидания.